МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В России стартовали выборы, как в этом году проходит голосование. Губернатор провел прямую линию, нижегородцы отправили более 3000 обращений к главе региона. Акселератор социальных проектов, какие идеи получат поддержку Росатома и города. Далее расскажем обо всем подробно. В России стартовали выборы. Нижегородцы с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы и депутатов регионального ЗАГС Собрания. В области открыт 2161 участок. Каждый из них будет работать с 8 до 20 часов. Все меры безопасности предприняты. Также нижегородцам доступно дистанционное электронное голосование. В 8 утра в нашем городе открылись избирательные участки. Первые бюллетени уже опустили в урны. А мы отправимся в один из участков города, где узнаем, как проходит процедура голосования. На входе измеряют температуру, а также предлагают горожанам средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, на участке образовалась небольшая очередь. Важно ли ходить на выборы и почему? Важно, конечно. Это наш гражданский долг и обязанность. Сходить, проголосовать. Обязательно надо ходить. Ну, потому что кого выберем, с тем и будем жить. Конечно, очень важно. Почему? Я болею за свою Россию всей душой и сердцем. В пятницу первый день голосования продлится, но до 20 часов 19 сентября. Саров выбирает депутатов Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собрание Нижегородской области. Члены комиссии выдают по четыре бюллетеня, голосуют по партийному списку и за кандидатов по одномандатным округам. После того, как голосование на сегодняшний день завершится, мы под прицелом видеокамеры, под присмотром наблюдателей, выним из стационарного ящика бюллетеня, вот из этого, который там стоит, упакуем их в особый сейф-пакет. Этот сейф-пакет поместим в сейф. Сейф будет в течение всей ночи до нашего прихода и после тоже находиться под присмотром видеокамер. Пакет не будет вскрыт до окончательного подсчета голосов ночью 19 сентября. Проголосовать можно будет и дома. Для этого необходимо обратиться в ваш избирательный участок до 14 часов в воскресенье. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Строительство новых школ, готовность к четвертой волне коронавируса, дефицит специалистов в области здравоохранения, ремонт больниц. Губернатор Глеб Никитин провел прямую линию и ответил на волнующие жителей области вопросы. Общение с главой региона длилось около трех часов. Подробности далее. Социальное обслуживание и защита, освещение во дворах, благоустройство территории, медицина, общественный транспорт. Большинство вопросов, которые жители региона адресовали губернатору, касались прежде всего и этих тем. Много было обращений насчет четвертой волны коронавируса. Заболеваемость растет, но осенью всегда поднимают голову респираторные заболевания. Дети идут в школы, люди возвращаются из отпусков. Количество коечного фонда, развернутого под коронавирус, практически в два раза меньше, чем пиковое значение сейчас. То есть у нас огромный запас по дополнительному коечному фонду, который можно будет развернуть. Плюс сейчас свободный коечный фонд, даже внутри развернутого, достаточно значимый, около 25% постоянно мы держим, плюс-минус. У нас все необходимые медикаменты, лекарственные препараты, оборудование, которое необходимо, все в наличии. Поэтому, несмотря на ожидание роста, мы считаем, что мы к нему будем готовы. Также в ходе прямой линии с губернатором жители Нижегородской области обратили внимание на кадровый дефицит врачей узкого профиля. По словам Глеба Никитина, это одна из самых сложных проблем в здравоохранении. И касается она не только нашего региона. Сейчас у нас по разным оценкам 350-380 человек дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. Реализуется программа поддержки привлечения специалистов в социальные учреждения, в том числе в здравоохранение, где мы выплачиваем соответствующие средства на приобретение жилья. По словам губернатора, нужно двигаться в сторону увеличения врачей общей практики, муштизации узких специалистов по находящимся рядом районам. Также Глеб Никитин рассказал о дегазификации жилого фонда. В регионе голубое топливо придет более чем 45 тысяч домохозяйств. Кроме того, речь шла о строительстве метро в Нижнем Новгороде. К 2025-2026 году планируют построить станции на Сенной и в Сорумском районе. На все вопросы, не прозвучавшие в эфире, обещают ответить. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней. Правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году. Отмечать начало года мы будем с 31 декабря до 9 января. Майские выходные дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В феврале граждане будут отдыхать 23 числа в марте с 6 по 8. Помимо этого, россиян ждут трехдневные выходные в периоды 11-13 июня и 4-6 ноября. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. 50 тысяч рублей получат защитники и жители блокадного Ленинграда. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Выплаты приурочены к 80-летию открытия дороги жизни. Их получат граждане России, награжденные медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. Финансирование расходов возложено на правительство России. Указ вступает в силу немедленно. 3 миллиарда заболевшим COVID-19 медикам выделят российские власти. Деньги пойдут на единовременные страховые выплаты. Их смогут получить не только врачи, но и младшие и средние медперсоналы, а также водители скорой, которые работают с больными ковидом. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в этом году правительство направило на эти цели более 12,5 миллиардов рублей. Военный комиссариат Сарова отбирает кандидатов на поступление в военные образовательные учреждения высшего и профессионального образования. Заявление могут подать ученики выпускных классов, школ и техникумов, молодые люди, имеющие документы о среднем, общем или профессиональном образовании в возрасте от 17 до 24 лет, угодные по состоянию здоровья. Подробности по телефону 3 50 47 и 8 910 121 80 17 или по адресу улицы Сосиным, дом 2, комната 114. Продолжается выездная вакцинация от гриппа взрослого населения. 22 сентября выездная бригада будет дежурить с 10 до 12 часов на проспекте Ленина на территории перед бывшим универмагом. С 14 до 16 прививки будут делать рядом с ТЦ «Плаза» на Московской. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Интервал между вакцинациями против COVID-19 и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Все новости города в твоем кармане. Мобильное приложение «Саров-24» доступно в Google Play. Также все видеоканалы можно найти в YouTube и социальных сетях. Смотреть городские новости и программы можно в любое время и в любом формате. Научные, спортивные, общественные и культурные новости «Сарова» можно смотреть не только дома по телевизору. Новое приложение «Саров-24» позволяет следить за городскими событиями в любой точке мира в прямом эфире у себя в смартфоне. Если вы не дома, если вы не можете по телевизору посмотреть наши городские новости, то всегда есть приложение в таком формате. Идет видеопоток в прямом эфире. То, что показывает на телевизоре, то показывает и это приложение. В современном мире технологии позволяют каждому выбрать удобный формат контента. Все самое интересное о событиях нашего города теперь находится в вашем кармане на расстоянии одного клика в приложении «Саров-24». Если вы хотите быть в курсе всех событий, последних новостей, загружайте наше приложение из плей-маркета. Приложение называется «Саров-24», так же, как и телеканал. Скачивайте, запускайте, смотрите в прямом эфире наши новости. Приложение доступно для всех пользователей. Андроид бесплатный и без подписок. Все новости нашего канала вы можете смотреть в привычном для вас формате – по телевизору, на ютубе, в социальных сетях или в новом приложении. В Сарове прошел финал акселератора социальных проектов. Четверо участников представили конкурсной комиссии идеи, призванные улучшить жизнь горожан. Два проекта получили грантовую поддержку. Подробности в следующем репортаже. Муссовые десерты, торты, печенье и конфеты без сахара, лактозы и глютена. Татьяна Расторгуева в рамках своего социального проекта «Кондитерская без сахара без Е» планирует готовить в нашем городе десерты со сбалансированным составом жиров, белков, углеводов и низкой калорийностью. Мы производим десерты, внешне ничем не отличающиеся от классических десертов, но заменяем в них вредные калорийные ингредиенты на более полезную альтернативу. А применяя современные технологии, например, такую как «Куканчилл», мы сохраняем витамины и максимальную пользу. Свою идею Татьяна представила на суд жюри акселератора социальных проектов. Всего до финала дошли четыре предпринимателя. В Сарове планируют также создать детский интерактивный клуб, который бы помогал развитию творческого потенциала малышей и детскую академию мюзикла БИС. Илья Суханов защищал проект «Лаборатория Ньютона». У нас есть всероссийские олимпиады для школьников. На них есть как теоретический тур, так и экспериментальный. Соответственно, к теоретическому туру наши школьники более-менее готовы. Их хорошо учат и в школе, и репетиторы, и другие курсы, не только мы. А вот к экспериментальному туру, к сожалению, плохо. И, соответственно, цель проекта – развитие этого направления. Регламент защиты проектов был ограничен. Пять минут для выступления и пять минут на вопросы членов жюри. В онлайн-режиме конкурсантов внимательно слушали эксперты Альянса «Атомные города». Очно на защите присутствовали заместитель главы администрации по экономике и финансам Марина Жукова, заместитель главы по социальным вопросам Илья Волков и заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Проект должен иметь значимость для города. Здесь, на самом деле, участники этого акселератора прошли очень серьезное обучение. Начали обучаться в марте. Продолжилась акселерационная программа в июне-июле. По итогам из 13 предпринимателей, пришедших изначально на акселератор, всего 4 проекта дошли до финала. По итогам защиты финансовую поддержку получили два проекта – «Кондитерская без Е» и «Лаборатория Ньютона». О Детской академии «Мюзиклобис» члены жюри обещали помочь с помещением. Берег озера Борового стал чище. В рамках общегородского дня чистоты и акции «Вода России» прошел субботник. Волонтеры, педагоги и воспитанники молодежного центра и центра внешкольной работы, ученики центра образования, студенты с РФТИ и медицинского колледжа собрались, чтобы привести в порядок одно из главных мест отдыха горожан. Находится ежегодно огромное количество мусора, которое выкидывается как гражданами города, как приезжими людьми. И очень мешает природе, мешает животным, мешает наслаждаться красотами этого места. На берегах Борового активисты собрали несколько больших мусорных пакетов. Ребята надеются, что горожане будут ответственно относиться к природе и перестанут выкидывать мусор в непредназначенных для этого местах. Мероприятия по очистке территорий продлятся до 30 октября, принять в них участие и сделать город чище может каждый. 19 сентября в России отмечают День оружейника – профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. В преддверии этого дня мы побывали в мастерской оружейника, который занимается ремеслом больше 20 лет. Ежегодно 19 сентября в России отмечают День оружейника. Дата была выбрана не случайно. Месяц закреплен за Днем оружейника благодаря летописям 1508 года, в которых впервые упоминается профессия оружничева. А число выбрано благодаря церковному празднику «Михайлов день», в которой принято почитать покровителя небесных воинств Архангела Михаила. Так какая она – профессия оружейника? Сейчас Максим Бурташов делает балансировку мяча. Без этой процедуры использовать его в бою будет довольно проблематично, так как рука устанет очень быстро. Макеты орудий Максим начал делать еще в раннем детстве. Свои первые работы мужчина вспоминает с улыбкой. Мне было 14 лет. Это еще не было. Я даже о ролевом ничего не знал. Его просто не существовало. Из куска, наверное, трубки от холодильника. Я на огороде, пока там все занимались, какую-то картошку копали или все, что-то родители. Я в этот момент ковал наконечник для стрелы. Прям вот он был кован. А дальше пробовал вырезать меч из доски, потом сделать приклад пистолета. Годы шли, Максим совершенствовался в оружейном деле. Его работы – это не настоящее, а бутафорское оружие. Макеты используют в ролевых играх, фестивалях и исторических реконструкциях. Оружейник создавал сабли, мечи, пистолеты разных временных эпох и даже фэнтезийных вселенных. Каждый макет проходит свой сложный путь от задумки к реализации. Это работа со справочной литературой, выбор подходящих материалов. Ну и дальше, соответственно, начинается воплощение. Вот это значит. Мы ищем материалы. Вот мы начинаем там, в связи с тем, что придумали, начинаем делать помаленечку, то есть там подгонять все это дело. Ну и самый последний этап – это, ну скажем так, разукрашивание. Кому-то нужны там красивые узоры, кому-то там интересно там просто латунь красивая там обернуть. Рабочий инвентарь, созданный мастерами, собрали в импровизированную выставку. Здесь мечи с клинками из текстолита, клинковые сабли, огнестрельное оружие и особый экспонат выставки – игровая модель пушки. Сегодня это эталонный образец ролевой пушки во всей России. Эти макеты оружия не только очень реалистичны, но еще они отлично стреляют. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин